Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 607. События дня. Евангелие от Яна 20.31. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизнь во имя Его за 11 августа 2017 года. Вот события дня, не мирового масштаба, тут мы и не знаем. Тот день прошел, если не заплатил, тебя отключают, связи нет, и по скайпу никогда не говорим, даже если и звук слышим. Встаем всегда в 4.40, вот мне приходится пораньше, но я раньше и ложусь. И стал замечать, что мотор не тянет сердце, и поэтому ну не на силу, днем бывает даже присядешь где-то и подремлешь, не ложайся. Из всего арсенала осталось только Серегина, Марина и Коля, а не дольше всех здесь. События какие? До обеда работаем здесь, ребята колют. Никита и Володя дрова, Коля носит, это здесь. Я сразу разбираюсь с голубями, накормить надо, прогулять на выгул урагана, кобель, который с нами ездил. Ну и кто-то приходит, уходит. Никаких событий не было. После обеда, а обед у нас, завтрак в 7, обед в 2, Никита и Володя и Сергей Пупков, трое уходят, помогать кому нужно. То Виктору Савченко ходили, а теперь Роману. Дрова колотили, еще что-то. Вот. Мне сообщали, что привезут щебень, его не привезли, без щебня остался. Иосифа не видно, и Алексея, будто бы их там вызвали, старобрядцы, в храме что-то делать, то ли мыть, там иконы, и что-то там делать по храму на заработке. Алексей сказал, поехали, невеста, говорит, похищать. Алексей, это как рикнул, когда баптисты были. Вот так, в спокойной такой обстановке. И вчера они накололи дров, много у нас ушли. Я пробовал носить сырое дерево, дерево, в основном это тополь и ветла. Пробовал старую ванну, нашел все с ней, придел, ну, как повозку тащить. Нет, там внизу выступ, и все скребет. Тогда взял тележку. И тележкой буквально завалил сарай, где должны быть дрова. А они пришли, даже не заметили. Да я вижу, что-то не хватает. А что не хватает-то? Три кучи было, и все свалил. Так, одной трудный был доступ. Надо было все убрать, пришлось все убрать. А где-то ложить, там крапива растет, ее с корнем выкорчевать. Видите, какие простые дела. Но если ты не знаешь, ничего этого не сделаешь. Никак. Вечером даже Володя и говорит, может, игра в городки тут же прямо и устроить. Я не против, посмотрел, куда биты будут лететь. Будут лететь прямо яблони. Эй, нет, не пойдет. Тогда лучше на территории Никиты. Там прямо в сарай. В сарай, если не удариться, ничего. Еще сделать. Ну, деревянная. Володя предложил лыжи всю оковать площадки метр на метр. Так вот. Для нас это событие. Коли какие-то городушки делал, чтобы кидать, попадать в них. Ну, вышла Марина, мы тоже с ним поучаствовали в этой игре. Вот это наше событие за целый день. Надежда Васильевна приходит. Что-то они подружились с Мариной. В гости их друг к другу бегают. Всем наказываю ходить осторожно. При звонке уже не бегать. Потому что из своей коробки стал вылезать котенок. Палевый. Я его палец за ух. Маленький, пушистый. Боюсь, чтобы не наступили. Ну, и наши ресурсы. Вот. Опять в интернет вхожу. Потому что за интернет высчитывают. Первое это наш мой мир. Очень богатый у нас мой мир. Просто богатый, огромный. Сегодня сколько вставили. И все это с этого с видеоканала переношу. Утром 4.40. Никита мне всегда звонит. Сигнал дает. По 7 сигналов. Чтобы разбудить. Но я раньше встал, поэтому спасибо Христосу. И тоже немного погодя. Бывает минуты или одновременно Надежда Васильевна в окно светит и стучит. Чтобы я их наказал. Просить, чтобы мне не проспать. Я очень боюсь этого. Но бывает иногда за ним может, не придет. А уж в 6 звонит всегда Татьяна Кузьминиша-Капустина. Старшая сестра Крестово-Звиженского общины города Барнаула. Тоже проверяет и поднимает. Просил молиться Виктора Андреевича Сергея парализованным козлом. Козлое. Сильно болеет. Бедный брат. Приготовь, Господи, перенести все или к исходу из жизни. Вспоминаемые. Дробь Анастасию положили снова в больницу. Там химотерапия. Вот. Здесь дальше у нас есть православный форум. Ну, тут немного посещают. Там 200, 300, 500, 700. Но никаких отзывов нету. Потому что богатый, богатый материал. Ну и видеоканал. Вот. Это 20. Как поднять уровень воды? Мы показываем практические дела. Виктор Савченко собрал пепсов. Канал соединительный. Ну, про наши простые, простые дела мы все показываем. И православный библейский сайт. Это наши ресурсы. Очень богатый. около 50 книг. Аудио. Вопросы и ответы. А вот вопросы и ответы. Тут события дня я добавляю помаленьку. Сейчас их 55 папок. Внутренний мир человека. Вот. Один вопрос. Один вопрос. Один вопрос. 1075. Третий том открытым оком. Личный дневник, который вел до крещения, еще будучи неверующим, можно оставить после крещения или лучше уничтожить? Ответ. Что в этом дневнике? Просто фиксировали свою жизнь или описывали восторги после каждой дискотеки? Характер своих партнеров. Эти воспоминания будут ли говорить вам о милости Божией, дадут ли вам возможность лишний раз прославить Христа? Если этого нет, то можете с него сделать краткие выписки в зашифрованном виде с указанием дат, когда начали строить дом, когда кто-то приезжал, и подобное только этому. Но не о ваших амурных похождениях, а остальное сжечь. Этот дневник может послужить вам добрым пособием для первой исповеди, до покаяния перед крещением, когда Бог сотрет все ваши записи и не вспомнит о них. Исайя 38, 17. Вот. Во благо мне была сильная гореть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Вопрос 1076, третий том открытым оком. Это я отвечаю за кафедры университета. Вы как-то говорили, что если человеку плохо в храме, значит это следствие какого-то греха. Какого? И на чем основано ваше мнение? Ответ. А как вы считаете, если увидите такую картину, которая случилась у нас? Наш лагерь не оздоровительно трудовой, парализованных детей здесь нет. Все дети ежедневно играют, бегают, никаких жалоб на здоровье ни у кого нет. Это подтверждает их медицинские справки. Начинается служба в храме. Июль, прохладная погода. С разных сторон храма открыты двери, храм полупустой, дети стоят нормально. Началась служба. Прошло минут пять. Крепкий здоровый мальчик лет четырнадцати закачался, побледнел и упал. Он мог придуряться и упасть. Но как он мог умышленно сделать, чтобы на лице у него не было ни кровинки? Лицо было как белая простынь. Мы его подняли и положили на широкую лавку перед храмом. И едва выносившие успели шагнуть в храм, вслед за Ананией падает Сафира. Дианя 5.9. Исследование установило, что все они любители компьютерных игр. Нужны еще доказательства? Готовится к венчанию молодая пара. Оба статные бывшие бальные танцоры. Венчание идет почти на улице. Свежий воздух. Я решаюсь позвать на это торжество наших соседей, пастухов. Возвращаясь, около батюшки стоит одна невеста. Жених лежит у ее ног. Какой-то обморок. О чем-то напоминает. Не от радости, что он повергся к ее стопам. Когда в храме читают Евангелие или поется хирургимское, требуется особое благоговение, тишина. И вдруг раздаются невыносимые вопли. Быть может, от перенапряжения нервной системы, от испуга. Но кричат очень ясные слова и очень недружественные по отношению ко Христу. Почему? Даже малые дети начинают рваться на улицу. Им дурно, плохо, а они задыхаются. Но едва перешагнуть через церковный порог, они сразу делаются жизнедеятельными и интересными. А уж какой грех у человека! Пусть он сам определит и не только на исповеди. Во времена Иоанна Златоуса, когда случались конские скачки, столичный Константинопольский кафедральный собор был почти пустой. Видимо, патриарх исповедовал своих неревностных прихожан и узнавал, в чем дело. Напоминаю, что это был 401-402 год по Рождестве Христовом. И тогдашние зрители, номинальные христиане, давали абсолютно тот же ответ, что и сегодняшний. В храме душном у меня аллергия, астма, нечем дышать, жарко. И святитель подробно разбирает каждое слово и доказывает, что в храме прохладно. А там вы сидите целый день под палящими лучами солнца. В храме свободно можно стоять и даже присесть. И воздух чистый, а на ипподроме тущей поднимаемой пыли. И вы, однако, ранним утром в потьмах бежите захватить место, как в преисподнюю занять очередь. Вот откуда мое убеждение, что в храме всегда хорошо. Лица родных, благословение священник, ангельское пение, покой на сердце, обновление сил и полная умиротворенность. Наслаждение всеми пяти органам чувств. Благоухающий ладан, сладостные хлебы и причастие, умягчающее помазание и во всем благодать. Как может быть плохо, если ты пришел в дом отца своего? Может ли предположить, что блудному сыну после его возвращения было худо до обморока за столом любящего отца? Господь Христос оратовал за чистоту только одного места на земле – храма, дома молитвы. Вот такие ответы я давал в то время, когда вел занятия. Сейчас только так, по воскресным дням. Ну, на этом считаю все. Все.